Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Вы на канале ТВ распаковки и сегодня будет рубрика ТВ. Познакомлю я вас сегодня с очень интересным тюнером, который называется ГУД ТВ. Это тюнер, он очень маленький, в форме стика. Так что присаживайтесь поудобнее и готовьтесь к просмотру. Поехали! Сегодня мне попал на обзор вот такой тюнер, который называется ГУД ТВ, он в форме стика. Вот недавно я вам показывал, снимал видео, тоже стик, только андроид приставка от компании Xiaomi. Вот там посмотрите, кому интересно, как я на него делал обзор. А это обычный Т2 тюнер, но я еще меньше, конечно, не встречал. Вот поставляется он в такой коробочке, цифровой эфирный приемник Т2. Такая коробка, здесь сзади выходы, вот порисована. HDMI выход, AV выход, вход сетевого кабеля, разъем. Ну, это все потом вам покажу. Вот такая коробочка и сзади вот такое описание. Вот подписано все, что интересно. Цифровой эфирный приемник ГУД ТВ Т2 HD со встроенным тюнером Т2. Он читает из флешки, можно в него и флешку ставить, смотреть, вот видите, сбоку нарисованное. Смотреть фильмы, музыку слушать, записывать телепередачи. Ну, полноценный Т2 тюнер, только маленький такой. Он очень удобный, так как его можно спрятать сзади телевизора. Не займает он очень много места. Есть и выносной инфракрасный порт. Ну, сейчас я вам его покажу. Открываем вот эту коробочку. Коробки вот такая, посмотрите, такая малая андулочка. Видите, серьезная такая, большая, много понаписывали. Вот, и здесь все описано. Как что настраиваться, вот какая комплектация, как что подключать. Все полностью здесь. Как настраивать, сканировать каналы. Полностью, полностью все описание этого тюнерка есть. Есть такая малая андулочка. Вот сам тюнер, он такой в форме стика. Но мы его сейчас немножко положим в стороночку. Посмотрим на другую комплектацию. Внутри есть вот такой инфракрасный порт выносной. С такой наклеечкой. Вот видите, наклеечка, которую можно наклеить на переднюю панель телевизора, чтобы не оторвался. И вот такой, с таким выходом, выносной инфракрасный порт. Есть у нас питание. 5 вольт, 1,5 ампера. Вот такое питание можно подпитывать. В комплекте идут батареечки. Это хороший плюс. Кабель тюльпана, вот с таким миниджеком-выходом. И вот такой обычный, стандартный пульт. Но сейчас посмотрим на сам тюнерок. Какой вот, видите, он такой тюнерок. Он идет в форме стика. Вот видите, здесь антенный вход. Здесь HDMI выход. И выход на кабель тюльпана к старым телевизорам. И для USB флешки такой выход. Здесь у нас ставится питание. Инфракрасный порт. Сейчас посмотрим, как он по размерам с Mi TV стиком. Что больше. Вот я достал Mi TV стик. Посмотрите. Ну, это два тюнера немножечко больше. Хотя TV стик это более мощный аппарат. Здесь типа Android приставка. Ну, и вот этот. Вот такой интересный тюнерок. Маленький, компактный. Очень хорошо прочется сзади телевизора. Вот так. Сейчас мы его подключим к телевизору. И посмотрим. Отсканируем каналы. Настроим. Посмотрим, на что он способен. Видите, HDMI это хорошо, что есть выход и выносной порт. Так что идем к настройкам телевизора. Пошли. Итак, подключаем данный стик к телевизору. И вот такое высвечивается главное меню. Здесь видим, стоит язык русский, страна, регион Украина, поиск каналов и питание антенны. Нужно оставить выключенным, если у вас комнатная антенна. Но если у вас наружная антенна с усилителем, то, конечно, желательно включить питание антенны. И вот этот тюнерок будет его питать. И кнопка OK. Сохраняем это все. И вот пошел поиск каналов. Вот такое сканирование. Ну, видим, он прекрасно все сканирует. Поэтому очень хорошо. Видите, уже 64 канала отсканировал. Но некоторые каналы повторяются, так как сигналы поймался с двух вышек. Так, вот тюнерок перезагружается. И вот сейчас мы посмотрим на первый канал, как он работает. Вот. Видите, какое качество картинки. Картинка меня, как видите, приятно удивила. Очень красивая, четкая, яркая, хорошая картинка. Ну, такой малыша. Картинка выдает отличную. Каналы переключаются быстро. Очень хорошо внизу. Видите, программа есть. Можно смотреть, какие следующие передачи будут. Ну, в общем, очень... Ну, картинка уже понравилась. Теперь заходим в меню. В меню у нас есть вот редактор каналов. Здесь пароль. Пароль. Нули набираем. Там шесть нулей. И вот можете перемещать красной кнопочкой каналы. Зеленый пропускать. Желтый блокировать. И в синий удалить канал, если вам какой-то лишний. Если, например, каналы какие-то повторяются, можно один выбрать и удалить. Так. Нажимаем выход дальше. Следующая у нас. Телегид. Здесь вот программа передач есть. Телегиде. Дальше вот сортировка каналов. Можно по LNN это... Ну, канала, как дает оператор. Вот такой сортировки он и стоит. И вот этот LN можно... LCN или как там кто его называет, можно оставить. И каналы будут там... Так как оператор выдает, так оно и будет. Следующий. Выбираем TV-формат. Здесь у нас есть авто. Вот такой 16.9 подскал. Ну, это подбирайте под телевизор. Ну, я, как всегда, ставлю авто. Расширения есть вот разные. 10.80, там 560p. Вот. 10.80p, 10.80p. А, ну, тоже подбирайте по каналу, какой вам бы больше нравится. И TV-стандарт балл. Там Секан МТС тоже. Какой вам идет. Теперь поиск канала авто. Поиск ручной. Страна Украина и питание. Дальше. Часовой пояс. Выставляем авто. Регион Киев. Он уже по вышке ориентируется. Временная зона. Автоотключение можно выключить кому надо. Или выставить. Кто захочет, там потом тендерок будет. Если вы ночью вдруг уснули, тендерок будет отключаться. Дальше. Язык меню. Язык субтитров. Язык аудио. И цифровой звук выход. Дальше. Система. Здесь. Родительский контроль. Можно ввести пароль. Установка пароля. Сброс на заводские настройки. Информация о приемнике. Модель мини 7T01. Вот так он называется. Версия прошивки. И обновление ПУ. Можно обновлять ПУ через USB. Найти где-то на форуме новую прошивочку. И обновить через USB. И еще вот такое меню. Это для работы с флешкой. Здесь мультимедиа. Это просмотр музыки, фото, видео и записи передач. Которые можно, если флешку установить в этот тюнер. Можно записывать передачи и потом все просматривать. Вот. Ну и. Что у нас еще. Настройки фото. Вот в этом вопросе. Можно фото выставить и смотреть как слайды на экране. Две секунды. Эффекты смены изображения и ТВ формат. Так. Это мы настройка видео. Настройка видео. Шрифт сувтипта. Можно субтитры выставить, если имеется. Фон субтитров серый, цвет субтитров белый. Так. И настройка записи. Записывающее устройство. Это можно уставить USB кабель. И вот выставить. Сколько нужно вам памяти, чтобы тратить. Ну если я с флешку поставил 32 гигабайта. Можете здесь 4 гигабайта ставить. И будет типа записывать как таймшифт. Потом если что-то пропустили, можно все это найти. И повторить. Ну и в этих настройках и формат записи можно выставить. Вот видите. Ну это тоже подключение USB диска. Вот такой тюнерок. Тюнерок интернет функции в этого тюнера нет. Потому что процессор слабенький. YouTube, а кинотеатров нет. Это просто тюнерок для просмотра цифровых телеканалов. Где-то его можно использовать на кухню, в спальню. Маленький телевизор. Здесь спрятали. Ну в принципе для просмотра ТВ больше ничего и не надо. Поэтому мне очень понравился. Он быстрый, шустрый такой. Переключаются каналы очень хорошо, быстро. Можно сказать. Картинка мне очень понравилась. Картинка вообще меня приятно удивила. Очень красивая. Яркие, четкие картинки. Не знаю как передает камера вон по телевизору. Но здесь, как вы видите, мне картинка выдает очень хорошую. Так что, ну, могу вам тюнерок советовать. Берите. Кому нужен маленький и удобный в формате стика. Сейчас стика набирают популярность. Поэтому могу посоветовать. Вот такое у нас было видео. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, поставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Где тюнер я покупал в инфобоксе будет ссылочка на продавца. И всем спасибо за просмотр. И пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok